Всем привет, дорогие мои! Меня зовут Лидия, и это канал о том, как найти свой путь к женскому счастью. У меня совсем нет времени на фитнес. Часто мы слышим от своих знакомых, и часто мы эти же самые слова говорим сами себе. Итак, на самом ли деле у нас нет времени на фитнес? И вообще, для чего женщинам нужен спорт? Поговорим? Прежде чем начать наш разговор, хочу вам сказать, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. И также напоминаю, что мои новые видео выходят по субботам в 10 часов утра. Наверняка для каждой из нас. Понятие спорт и правильное питание – это понятие комплексное. Я так считаю, что все мы с вами прекрасно знаем, что без занятий спортом тело наше в первую очередь выдает наш возраст. А давайте подумаем вместе с вами. Во-первых, есть ли среди нас такие, кому хочется стареть? Давайте я отвечу за всех за нас на этот вопрос. Нет, стареть не хочется никому. Тем более, когда твой возраст 30 и больше. Да, к сожалению, пик женской физической активности, репродуктивного возраста и вообще развития всех жизненных систем организма приходится на 30 лет. После 30, как это было бы не печально, наш организм начинает стареть. Давайте прежде чем поговорим о том, как найти время на тренировке, я вам обязательно расскажу два очень простых способа, как это сделать. Но прежде чем поговорить об этом, давайте с вами подумаем, о какие же части тела выдают прежде всего наш возраст. Итак, первое, что выдает наш возраст, это обвисшие руки. И все вы понимаете, о чем я говорю. Да, действительно, очень неприятно смотреть нам на свои обвисшие руки, на чужие обвисшие руки. И мы понимаем, что вот эта часть нашего тела не то, что показывает наш реальный возраст, а еще и плюсом накидывает 5-10 лет. А всего лишь для того, чтобы руки привести в тонус, нужно заниматься спортом 15-20 минут в день, гантели, и все у вас будет прекрасно. Я думаю, не нужно вам объяснять, что диетами вы тонус своей кожи на руках никогда не подтянете. Еще одна зона, которой выдает наш возраст, это шея и контур лица. Опять приходим к тому, что благодаря занятиям спортом укрепляются наши мышцы, в том числе и мышцы шеи, за счет чего контур нашего лица подтягивается, и возраст у нас становится, по крайней мере, мы выглядим на свой возраст, а не плюс 10-15 лет. Также, я думаю, вы имеете представление о том, что часто у женщин в возрасте при лишнем весе образуется так называемая холка. Это жировые отложения на шестом-седьмом шейном позвонке. Опять недавно смотрела видео одного врача, который сказал, что холка – это не требуется какое-то хирургическое вмешательство для того, чтобы ее убрать. Это всего-навсего нужно делать упражнения, массаж, возможно, шейных позвонков, и, конечно же, похудеть. Поэтому, девочки, давайте возьмемся за себя и будем прекрасно выглядеть с хорошим контуром лица, с подтянутой шеей и, конечно же, без холки. Третья зона, которую выдает наш возраст – это зона декольте. Вы знаете, я, конечно, не хочу вам говорить о том, что я нахожусь в идеальной форме, но я стремлюсь к тому, чтобы скинуть свой возраст на 5-10 лет. Поэтому вас призываю к тому же. Вы знаете, если вы посмотрите на себя в зеркало, вы сами себе обозначите все свои проблемные участки. Поэтому для того, чтобы выглядеть свежо, молодо, подтянуто, конечно, спорт нам должен в этом помочь. Итак, зона декольте. Конечно, многие из вас скажут, ну что уж тут возраст, кормление детей и так далее. Конечно же, я выгляжу не идеально. Да, но нужно стремиться к идеалу. Опять же, занятия спортом, упражнения помогут вам подтянуть ваши мышцы в области зоны декольте и выглядеть более молодо и, самое главное, привлекательно для мужского пола. Следующая наша зона – это мышцы спины. Вы знаете, я снимаю это видео в преддверии лета, и как не очень приятно нам видеть картину, когда впереди нас идет женщина, у которой футболочка, джинсики, и между этой прослойкой мы видим, как на ее боках свисают складки. Ну что говорить, нам неприятно это видеть со стороны, но еще более неприятно это видеть на своем собственном теле. Вообще, спина – это основная группа мышц, которая поддерживает наше тело в вертикальном положении. Поэтому это наш каркас. Эстетическая сторона вопроса – это уже номер два. Поэтому для того, чтобы у вас не было проблем со спиной, для того, чтобы при наступлении теплых летних дней вы могли одеть джинсы, одеть футболочку и красиво выглядеть в зеркале и любоваться собой, опять же, нам в этом может помочь спорт. Вот. Но следующая зона – это наши ягодицы, упругая попа. Что может быть прекраснее? Тут я даже вам не буду объяснять, потому что все вы прекрасно знаете, что женский тип строения таков, что именно на ягодицах, потом на бедрах и выше на талию – это наша самая главная проблемная зона, где скапливается лишний жир и мы видим целлюлит. Поэтому опять я вас призываю вперед с песней, боремся с лишними килограммами, с целлюлитом, вперед с упругой попкой. Так, девочки, опускаемся ниже. Внутренняя поверхность бедра. О, да! Я знаю, что, слыша эту фразу «внутренняя поверхность бедра», многие вздрогнули и вспомнили, в каком состоянии находится ваша внутренняя поверхность бедра. Итак, внутренняя поверхность бедра, ноги, варикозные сеточки и так далее. Опять, девочки, для того, чтобы видеть в зеркале ваши стройные ножки, ваши стройные бедра вперед к спорту. И последнее, наверное, о том, что я вам сейчас скажу в качестве зон тела, которые могут как прибавить нам возраст, так и наоборот убрать наш возраст, это пресс. Ну, конечно, это же мечта женщин и мужчин – кубики пресса. Ну, ладно, уж не будем мы с вами о кубиках, да? Хотя бы иметь подтянутый животик – это уже просто великолепно. Поэтому, девочки, после моего видео срочно подходим к зеркалу, смотрим, где у вас есть проблемные зоны, которые нужно подтянуть, и начинаем над ними работать для того, чтобы мы всегда были молоды и красивы. Обязательно. Обещайте мне, что сразу же после видео подходите к зеркалу и смотрите на себя, и начинаете работать над собой, чтобы летом на Новый год, на день рождения, на юбилей мужа и так далее выглядеть на 100 баллов. Итак, переходим к самому главному, для чего вы включили видео на тему «Как начать тренировки». Все мы с вами живем в 21 веке, и современный комфортный уровень жизни прибавляет нам проблем, связанных с лишним весом. Конечно, все мы понимаем, что динамика нашей жизни сейчас очень замедлена, потому что все сейчас сделано для того, чтобы мы как можно меньше производили всяческих движений. Но не буду говорить про пульты телевизора, не буду говорить о том, что мы сейчас все живем с транспортом, на автомобилях, там метро, автобусы и так далее. Вы знаете, даже доставка еды, опять же, способствует тому, чтобы мы набирали лишние килограммы и ничего не делали, не жгли ни грамма лишних калорий для того, чтобы похудеть. Поэтому мы не должны с вами плыть по течению и впитывать в себя все эти блага комфорта. Мы, конечно же, для того, чтобы продолжить наше развитие, для того, чтобы сохранить нашу молодость, для того, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и красивыми, мы обязательно должны тренироваться. Особенно, если вам 30 и 35 плюс, потому что в этом возрасте уже никакие диеты не вернут вам упругой кожи. И вы знаете, очень мне даже, можно сказать, обидно за тех женщин, которые истязают себя диетами, и видишь, да, действительно, они похудели, но кожа-то, кожа, она же все равно выдает ваш возраст. Поэтому обязательно заниматься спортом. Давайте с вами рассмотрим основные три причины, почему обязательно нужно это делать. Первая причина – это, конечно же, наше здоровье. Благодаря занятиям спортом мы, во-первых, разгоняем свой обмен веществ, мы разгоняем свой лимфоток. Вы прекрасно знаете, да, что кровь циркулирует по организму за счет того, что сердце постоянно работает и толкает ее. Лимфа по нашему организму движется за счет просто перетекания, за счет силы тяжести. Поэтому именно застой лимфы, в первую очередь в жировых тканях, способствует тому, что данная ткань не насыщается достаточно кислородом, становится уже ее разбухание этой жировой ткани, появляется целлюлит и так далее. Поэтому спорт равно здоровье. В каком-то из своих видео я говорила о том, что все мы хотим жить долго, но мы хотим жить долго и качественно. Никому не хочется жить долго, прикованный к кровати, к постели, к инвалидному креслу. Поэтому, чтобы жить долго и качественно, обязательно сегодня же начинайте заниматься спортом. Это продлит вашу жизнь и улучшит ваше качество жизни. Вторая причина, по которой я вам рекомендую заниматься спортом, это то, что спорт улучшает эмоциональное состояние. Все мы сейчас испытываем на себе повышенные эмоциональные нагрузки, часто стрессуем, особенно женщины, которым нужно за 24 часа успеть все. Поэтому проверено на собственном опыте. Если дело хрень, иди трень. Вот если вы пришли с работы, и у вас плохое настроение, вам вообще не хочется ничего, вот вообще вам не хочется ничего. Включайте тренировку, идите тренируйтесь. И я вам гарантирую, что после тренировки у вас настроение будет просто замечательное. Вы полюбите заниматься спортом, потому что после тренировок вы понимаете, что вы посвятили это время для себя. Вы нашли для себя это время. Значит, вы себя по-настоящему любите. Третья причина. Занятия спортом укрепляют веру в себя, повышают свою самооценку, развивают дисциплину. Вы знаете, очень много людей, которые постоянно занимаются спортом, говорят о том, что спорт их сформировал как личность. Их дисциплина уже простирается не только на спорт, но и на другие различные деловые качества. Именно спорт помог им построить карьеру и реализоваться как личности. Поэтому еще раз говорю о том, что спорт для нас это равно здоровье, равно стабильное, хорошее эмоциональное состояние, равно повышению вашей самооценки и личностному росту. В начале своего видео я вам сказала такие слова, что своего апогея женский организм достигает к 30 годам. Именно поэтому после 30 привычка заниматься спортом должна быть такой же устойчивой, как и наша привычка чистить зубы. А можно ли вообще, занимаясь своими личными делами, занимаясь работой по дому, занимаясь с детьми, и самое главное, работать где-то там в фирме и так далее, можно ли при всем при этом найти время на тренировки? Еще раз, девочки, когда вы подумаете о том, что у меня совсем нет времени на тренировки. Вот есть там у Паши, у Маши, у Марины, а вот у меня вот совсем нет времени. Вы задайте себе вопрос, не могу или не хочу. Вы знаете, я очень долгое время сама также отвечала себе на вопрос. У меня нет времени на тренировки. И только когда я не стала об этом думать, что у меня нет времени, а взяла и сделала первую тренировку, потом я сделала вторую тренировку, третью и так далее, и я поняла, что время есть всегда, было бы желание. Поэтому, даже если вы до сих пор думаете, что у вас нет времени на тренировки, сейчас я вам расскажу, а как же найти это самое время. Всего два способа. Говорю вам свои два способа, как я нашла время на тренировки. Первое. Измените свой привычный сценарий жизни. То есть, когда вы решите, я думаю, вы решите обязательно после моего сегодняшнего видео, что у вас есть время на тренировки, когда вы решите начать тренировки, я вам дам несколько простых советов. Во-первых, что вам нужно для того, чтобы начать тренироваться? Вам нужны кроссовки. Настоятельно рекомендую тренироваться именно в кроссовках, потому что без кроссовок вы можете поранить, потравмировать свой голеностоп. Итак, вам нужны кроссовки, вам нужны гантели, вам нужны фитнес-резинки, и то это не обязательно. Я уже их приобрела для того, чтобы просто разнообразить свои упражнения. И, конечно же, занятия с резинками, они более эффективными являются. Вам нужен коврик. Опять, это все не так дорого, как кажется, можно все это приобрести. Утяжелители. Вы это можете приобрести, как я это сделала, на Азоне или в любых спортивных магазинах. И то, опять же говорю, это совсем не обязательно. И, в принципе, все. Вам этого будет достаточно для того, чтобы заниматься спортом. Конечно, еще желательно, когда вы занимаетесь спортом, одевать спортивную форму, потому что это тоже способствует вашему настроению, во-первых. Во-вторых, когда вы надеваете спортивную форму, смотрите на себя в зеркале, вы можете увидеть уже первые результаты, потому что спортивная форма облегает, и вы увидите свои стройные бедра, свою талию и так далее. Поэтому, итого, вам нужно будет гантели, коврик, кроссовки, спортивная форма и, возможно, утяжелители, если вы захотите. Значит, вы себе приготовили весь этот инвентарь. Дальше. Распределите себе время, когда вы будете заниматься тренировками или заниматься спортом. Я для себя, когда искала варианты, а сколько же нужно тренироваться в неделю, пересмотрела очень много информации и что я для себя поняла. Для того, чтобы иметь упругое, подтянутое тело, вам достаточно будет заниматься спортом 3 раза в неделю 30-40 минут. Ну, кто-то может, хочет заниматься час, пожалуйста, но для новичков 30-40 минут 3 раза в неделю – это вполне достаточно. Причем вы можете это делать, как я делаю, либо понедельник, среда, пятница, либо вторник, четверг, суббота. Посмотрите по своему режиму дня, по своему графику, как вам это будет удобнее. Значит, инвентарь приобрели, график тренировок для себя составили. Какие вы должны делать тренировки? Тренировок в интернете, вы знаете, огромное множество. Я для себя нашла блогера, у которого комплексные хорошие тренировки, которые начинаются с разминок, потом идет основная часть, потом идут заминки. Мне это очень подходит, мне это очень нравится. Если вам интересно, по чьим тренировкам занимаюсь я, пишите в комментариях, я вам отвечу. И хочу сказать, что после первого месяца занятий тренировками, я сразу заметила результат. Результат в подтянутых мышцах, в подтянутой коже. Я сама, можно сказать, только в начале пути. Я просто, когда осознала, как же спорт влияет на наш организм, я просто и делюсь с вами, чтобы вы начали. Ведь чем раньше вы начнете, тем вы быстрее добьетесь хороших результатов, тем вы замедлите быстрее свой процесс старения, и тем вы лучше будете выглядеть. И самое главное, здоровье у вас, несомненно, тоже прибавится. Еще что хочу сказать по поводу тренировок. Здесь очень важно правильно соблюдать баланс. Не надо в поисках и в погоне за быстрым результатом заниматься каждый день до изнеможения. Вы обязательно при тренировках должны подходить с любовью к своему телу и помнить, вы у себя одна. И, конечно же, я не рекомендую тренироваться при плохом самочувствии. Лучше это сделать, когда все у вас в организме хорошо, и получить от этого удовольствие. Но не путайте плохое настроение и лень, и плохое самочувствие. Это совершенно разные вещи. Вот при плохом самочувствии я не рекомендую вам заниматься, а вот при плохом настроении я вам настоятельно рекомендую обязательно заниматься спортом. Вы знаете, я очень надеюсь, что я вас убедила начать заниматься спортом. Ну, пусть не сегодня. Сегодня вы только составьте план, настройтесь, но завтра, я надеюсь, вы точно это будете делать. Вы знаете, такая фраза «нет времени» и точка, это путь в никуда, это не любовь к себе. Итак, давайте подведем итоги этого видео и еще раз уясним, для чего нам, женщинам, особенно в возрасте 30+, необходимо заниматься спортом. Первое. Посмотрим на себя в зеркало, увидим свои проблемные зоны и поймем, что мы должны заниматься спортом для того, чтобы подтянуть наше тело, тонус нашей кожи и выглядеть моложе. Второе. Когда вы при регулярных занятиях спортом, при регулярных тренировках увидите ваш результат, увидите, как помолодело ваше тело, вы будете проходить мимо зеркала и останавливаться, и любоваться собой. Поэтому для того, чтобы еще раз улюбить себя, увидеть себя молодой и красивой, вы должны заниматься спортом. Ну и третья, третья причина – это любовь. Любовь к себе и любовь к вашей второй половинке. Ведь все мы живем, развиваемся и делаем что-то не только во благо себя, но также и во благо того, кого мы любим. Поэтому устройте праздник для своего любимого мужчины в красивом белье, чтобы он у вас увидел и влюбился обязательно заново. И знаете, одна из отговорок женщин, я слышала такую, и сама многое, может быть, время эту отговорку для себя использовала. Любимый мужчина никогда, любящий мужчина никогда не скажет вам, что вы толстая, и вам пора худеть. И это нормально, вы понимаете? Это нормально. Если мужчина вас любит, он будет любить вас в любом теле. Но, когда вы скинете с себя эти волшебные чары в виде лишних килограмм, вы увидите, как загорится его глаз, и он вас будет любить еще больше. Он будет вас любить, ценить, уважать, и самое главное – гордиться. Ведь как приятно любому мужчине пройти, когда его спутница очень красивая и ловит на себя восхищенные взгляды других мужчин. Поэтому, девочки, даже не раздумывайте, обязательно сегодня составляйте план, подбирайте инвентарь, который наверняка у вас есть, кроссовки и так далее, и вперед за фигурой вашей мечты. Я хочу вам пожелать, чтобы вы обязательно любили себя в любом теле, относились к себе с любовью, с пониманием. И самое главное, девочки, помните, что женщина должна быть счастливой, и больше она никому ничего не должна. Всем пока-пока! Увидимся на следующей тренировке!